К нашему эфиру присоединяется Иван Ступак, военный эксперт Украинского института будущего. Иван, здравствуйте. Здравствуйте. Да, здравствуйте, здравствуйте. Спасибо, что пригласили. Рад вас видеть. Взаимно. Иван, что вы скажете об уровне алкоголизма в рядах оккупантов, да и, собственно, об уровне применения наркотиков? Вероятно, что в местных штурмах, боях за Солидар или Бахмут принимали участие именно такие персонажи. Мы понимаем, что не вся российская армия сидит на игле или же на бутылке. Да, абсолютно правильно вы подметили. Нельзя обобщать эту историю. Да, есть такие факты, где-то больше, где-то меньше, где-то их жестче контролируют, где-то меньше контролируют. Но еще раз, на всю российскую армию, как бы нам ни хотелось, этот пример натягивать нельзя. Он просто не налезает. А вот с наркотиками действительно такая история, она есть, потому что особенно там, где платят деньги вовремя, где стараются те суммы, которые обещали, получается такая ситуация. Российские военнослужащие воюют на территории Украины, получают большие деньги. И у него начинаются во времена какие-то затишья особенности. Он уехал где-то на вторую линию, на третью линию обороны или в тылы. То начинаются соблазны. А куда вы потратите эти деньги? Понятно, что плазму он не купит на эти деньги. Ну, негде и некуда. За одежду, костюм сетли он тоже не купит. А вот наркотики, это пожалуйста, это бич каждой армии, потому что там, где есть деньги, есть спрос, всегда есть и предложение. Иван, если говорить об алкоголизме, который все же присутствует в рядах оккупантов, скажите, насколько он в целом, вот этот алкоголизм и любовь к водке у русских влияют на боеспособность отдельных, собственно, подразделений, которые находятся на линии фронта? С одной стороны, да, это влияет с точки зрения нарушения координации, мы все понимаем, да, спотыкаются, а с другой стороны, ну, шел, там, упал, вот такие все вещи. А с другой стороны, это как-то закрывает, понижает порог восприятия. Там, где человек в нормальной ситуации, я не пойду, там, обстрел, там, снаряды, там, алкоголь толкают, и он побежалит, да, вот это вот какое-то бравата, похвальство. Помчались, и вот они помчались, да, понятно, что огромное количество их погибает, но, тем не менее, они могут наносить вред нашим военнослужащим. И вот если там 10 человек таких вот пьяных выстрелит, и одна пуля до нашего военного защитника долетит, то, ну, конечно, вред будет нам больше, чем вот этим вот ребятам. Поэтому, к сожалению, в большинстве случаев, конечно, алкоголь влияет плохо. То есть и координация нарушена, и планирование нарушено. То есть армия, это не про вот эту вот войну, Великую Отечественную, да, там, наркомовские 100 грамм и побежали, ура! Нет, ну, это же тактика, это стратегия, то есть, по крайней мере, для нас, для украинцев. То есть каждый человек, каждый военнослужащий украинской армии, он понимает там, ну, в большинстве свое, да, там, его место, задача, роль, что ему делать, когда ему делать, после кого делать, а вот в России больше построено, что вот весной штурм и вперед. Да. Вы знаете, мы показывали в сюжете, как выглядели российские мобилизованные, когда их забирали в войско, в каком жутком алкоголическом этом состоянии они находились. Вот если говорить о пьющих в глубоком тылу на территории России, это ведь прекрасный маркер и показатель для самих россиян. Они видят и, вероятно, осознают, что кража унитазов, изнасилование мирных жителей, расстрелы, это вполне закономерно для вот части таких мобилизованных алкоголиков. Сто процентов, да, действительно, правильно говорить, это очень закономерно. И, кроме того, была вот какое-то время назад такая интересная статистика, ну, корреляция между ростом, ну, вернее, как, между уровнем жизни экономическим населения в Российской Федерации и потреблением водки. И вот такая закономерность и выведена была, что чем хуже становится ситуация в стране, чем вот вниз, ну, ниже идет эта кривая уровня жизни, то тем выше идет спрос и потребление крепких алкогольных напитков. То есть чем хуже жизнь в стране, тем лучше продается что? Водка, ну, понятно, вино это дорого, водка, вот самокон начинают угнать. В Российской Федерации, кстати, вот такая ситуация наблюдается. Да, и последние сейчас данные исследований были о том, что в Российской Федерации сейчас еще и большой спрос на эзотерику и обращение ко всяким экстрасенсам, бабкам и всему прочему. Это тоже, кстати, очень хороший маркер. Говорят, что циклично в истории, когда в России становилось хуже, они обращались, собственно, к таким магам и к тем, кто заряжал воду через экраны телевизоров. Абсолютно верно. Слушайте, это был 1917 год, та же самая история. Помните, Распутин, он должен что-то вот нас вывести. Какая-то вера в потустороннюю силу, которая в последний момент вот хлоп и вот что-то поменяет. Гитлер очень сильно в это верил, в проведение. Проведение нас не оставит, вот наш народ, наша нация, что-то произойдет. Развал Советского Союза. Как говорят, столько там было образованных людей в Советском Союзе, такое образование было. Вопрос, почему миллионы людей заряжали воду от телевизора, почему они верили в это, почему они верили в то, что ты рубль вложил, получишь 200 через неделю, 400% годовых. То есть это какая-то была защитная реакция от той суровой реальности, которая была. Что-то вот там происходит, там люди знают, там какая-то сила, вот она все поможет нам разрулить. Вот сейчас тоже вот есть вера, что уже даже не в Путина верят, а в какую-то высшую силу, еще более высшую. Да. И еще о том, что происходит в России. Там совсем недавно оккупанта признали невиновным в совершении смертельного ДТП из-за его участия в так называемой этой спецоперации. То есть этот фактор стал, по сути, смягчающим обстоятельством. Иван, ну вот перспектива так себе для россиян, согласитесь. Особенно, когда часть из таких головорезов после завершения этой войны, если выживет, то вернется в своей глубинке. Так они уже возвращаются, они уже возвращаются. Вернулись часть вагнеровцев, которые отслужили свою, получили амнистию. Все документы на руки получили, вот они жили. Вы поправьте, в Адлере, да, по-моему, Адлер это жил, да? Или Анапе. На вагнеровце? Да, 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 да. На юге, в Краснодарском крае, да. Да, мы жили, вот там и пьянки постоянные были, вот готовились их выпустить. Представляете, вот эта вся армия, ну понятно, что их там не так уж и много было в тот момент, но они разлетелись по всей территории Российской Федерации. И сколько сообщений в криминальной хронике. Вернулся из СВО, да, было застолье, показал друзьям гранату, выдернул чеку, подрыв, там один как минимум убитый, остальные все раненые. То есть такие вещи чаще-чаще будут происходить. Московская область, элитный населенный пункт, шерва, да, коттеджный городок, военнослужащий захватил дом буквально на прошлой неделе, там дежурил такой чек, да, что требовал, выдвигал какие-то политические условия, он воевал. То есть такие вещи, это только начало, только начало. Да, и есть интересная информация, мы уже о ней говорили, и это продолжается. Министерство обороны России сейчас оставляет тела погибших на войне в Украине, бойцов на поле боя, чтобы не выплачивать компенсации их семьям. Об этом пишет сейчас Ньюсвик, ссылаясь на, собственно, свидетельство российских солдат в Украине. Семьям российских солдат, погибших на войне, обещают выплачивать по 5 миллионов рублей, но не выплачивает. И сейчас россиян, мы видим, готовят в очередной раз к большой войне. На днях в Госдуме называли многодетных отцов уже уклонистами, и таким ничего не светит, и светить не будет, их всех отправят на фронт, и, по сути, компенсацию ожидать тоже этим детям не стоит. Иван, Кремль, вероятно, осознает, что делает, если, я не знаю, если в Москве вообще считаются жизнями и интересами живых солдат и родственников, или не осознают, что они делают, и рано или поздно эти родственники возьмут в руки вилы? Ну, тут не факт, что возьмут вилы. Ну, сколько времени прошло, но про вилы как бы разговора нет. Больше там, а где моя лада, да, а где деньги, остальное пока разговора нет, к сожалению. Ну, вот такое вот отношение. А вот что интересно, что вот, вы правильно подметили, и люди, которые погибли или пропали без вести, вернее, погибли в Украине, но пользуются такой категории «нет тела, нет дела», да, то есть выплаты родственникам погибшего только при условии, что есть тело. Но если нет тела, можно выплаты не производить. И это создает огромнейшее поле для манипуляции, для зарабатывания денег непосредственно там разными командирами разных уровней. Понятно, что это все идет в спайке с военной контрразведкой. Сколько там людей, какие выплаты. Понятно, что по бухгалтерии можно перепроводить, что зарплату получил, зарплату получает. А если будет проверка какая-то, потом два варианта. Либо с проверкой поделиться с проверяющими, либо сказать, что оформить задним часом документы, что буквально позавчера ушел, получил зарплату, ушел на фронт и не вернулся. Вы же понимаете, выплаты 200 тысяч у них, там называли рублей в месяц, это 3 с половиной тысячи долларов на нормальные деньги переводить. Даже, окей, даже, пускай половину платят, ну, 1500 долларов, там чуть больше, 1800. А если там 100 человек, 200 человек таких, то это очень неплохая прибавка к командирскому жалобу. То есть можно сейчас все-таки резюмировать, что в Кремле осознают, что российское общество импотентное, оно не готово к митингам, оно не готово подниматься, брать эти вилы, идти на Москву и все прочее. Их всех устраивает. И поэтому и дальше можно закручивать эти гайки, многотетных отцов отправлять в окопы и никому ничего не выплачивать. Нет тела, нет дела. Абсолютно верно. То есть пока российское общество не показало зубы, их будут крутить, вот гайки эти закручивают до последнего. Настолько, насколько это возможно, вот до последнего россиянина, до предпоследнего, пока не покажут зубы. Вот показательно был такой момент, для меня очень интересный, бронь компаниям в сфере IT. 17 тысячам компаний подтвердили эту бронь, 2 тысячи компаний эту бронь не подтвердили. То есть сотрудники этих IT-компаний уйдут на войну. То есть, пожалуйста, вот IT-выреза, да, IT-шники должны идти воевать. Потрясающее военнослужащие. Да. Иван, давайте обсудим следующую информацию. Федеральная служба охраны кремлевского диктатора Владимира Путина использует двойников. В этом уверен экс-глава службы внешней разведки Украины, генерал-лейтенант Валерий Кондратюк. И по его словам, двойники Путина живут сейчас на специальных государственных дачах. Далее цитата. У них ограниченные возможности по перемещению. Это недобровольные контракты на самозаключение. Вряд ли у них есть возможности быть в семье. Персонал, который имеет к ним отношения, это, наверное, очень узкий круг лиц, добавил Кондратюк. Иван, а на что в целом способны сейчас спецслужбы российские? Какие методы они используют, чтобы скрыть своего царя и погрузить его в этот бункер, скрыть его от общества, от российского? Ну, смотрите, если про двойников, то я не удивлю на это. Тут самый простой лайфхак. Если вы видите по ТВ-кадрам Путин, который сидит в полутора метрах от своего ближайшего окружения и не здоровается с ним за руку, это вот настоящее, это оригинал. Да, вот оригинальный диктатор. Если он в толпе, в обнимку с кем-то, квартиры какие-то посещает, как это было в Мариуполе, или, как писала белорусская пропаганда, очень смешно, вот это пол первого, а я его называю пол первого, паблик Лукашенко, два президента затерялись в толпе туристов. Смешнее, какая толпа туристов, как они могли затеряться? Понятно, что там Путин был настоящим. В Дагестане вспомните еще эту вечернюю поездку и обнимки. С людьми в толпе, в то время как сами же российские пропагандисты военкоры признавались в том, что они сидят полторы недели на карантине перед тем, как попасть к нему на прием? Сто процентов, сто процентов. Это вот эта история. И теперь вы спрашиваете, на что способны российские спецслуживы, чтобы защитить? Понятно, что есть несколько там уровней защиты. Есть физическая охрана, все объекты, которыми пользуется президент Путин, они охраняются. Это все дачи какие-то, его резиденции. Это федеральная служба охраны. На шлагбаумах стоят даже люди, которые просто в камуфляже. Это все сотрудники ПСО. Федеральная служба охраны. Есть, которые непосредственно в Кремле. Это более такой ближний круг. На каких-то там воротах, какие-то там двери, пункты пропуска. Это все ближний круг. И есть, конечно, личная охрана. Это те, которые близко непосредственно с ним. Это вот с этим пружинками в ухе. 2-4 на 7 находятся с ним. Кстати, это является для Путина кадровой площадкой, кадровая скамейка. Из этого контингента Путин набирает себе губернаторов, министров, назначения какие-то делать. Потому что а с кем он может общаться? У него никого в окружении нет. Он сам, он один. Вот Кабаева, и то там не факт. Есть, там нету. Неизвестно, приезжает, не приезжает. Или Скобеева так не приезжает. Он просыпается с охранниками, они встречают утром. Он идет с ними на работу, едет с ними. Они в Кремле его сопровождают. Он же не ходит по Кремлю сам. Он не ходит сам. Минимум 5 человек его сопровождают. Минимум по Кремлю. Это самое защищенное место. И домой едет опять с охранниками. Повар, тоже сотрудник ФСБ, там, наверное, в погонах полковника, как минимум. И официантка, которая накрывает, тоже там сотрудница. Иван, вы знаете, вы вспомнили поездку то ли двойника, но двойника Путина в Мариуполе. Мы помним, что также Путин или его двойник побывал на Арабатской стрелке. Публиковались такие кадры. Был он там, на машине разъезжал. И вот сегодня новость появляется о том, что оккупанты закрывают Арабатскую стрелку. Говорят, что это необходимо в целях безопасности с 31 июля. Как вы считаете, что произошло? Почему этот объект они вдруг объявляют объектом опасной зоны для гражданцев? Возможно, это для перемещения. Если для гражданских закрывается, значит, что для военных открывается поле для маневра. Если гражданские нельзя, значит, военные можно. Чтобы гражданские не путались под ногами. Возможно, организовывают новый канал поставки вооружения, боеприпасов. Возможно, скорее всего. Возможно, для какой-то линии обороны. Трудно пока говорить, что конкретно там происходит. Но мы видим, что все, что связано с Крымом, уже, поймите, даже в российских пабликах воспринимается как нормальная история. Ну, стреляют. Ну, подумаешь, прилетел беспилотник один, два. То есть уже нет такого вау-эффекта. Как так? Что-то прилетело. Они уже привыкают. Уже идет такой процесс принятия ну, вот этой вот суровой действительности. Да, если говорить еще о Крыме и об уничтожении этих боескладов-оккупантов, мы понимаем, что они уже в поле зрения наших сил обороны. В Крыму были атакованы, я напомню, и ремонтные батальоны, и боеприпасы, и аэродромы. Иван, расскажите, какую роль в этом уничтожении сейчас играет использование Украиной технических разведывательных средств и специального оборудования? Насколько важно сейчас для сил обороны, которые находятся сейчас еще не в непосредственной близости, собственно, к Крыму, на удаленности иметь все эти данные, спутниковые снимки и так далее? Ну, техническая сторона вопроса, это техническая сторона, да. Нам помогают наши друзья, вот так, кстати, вы показываете, отличная фотография, качественные снимки, но не забывайте, что очень много есть перемещений, которые на спутниковых картах могут быть не отображены, просто потому что там очень часто перемещаются какие-то грузы или где-то спутники не могут зафиксировать. А вот, например, агентурная разведка, люди, да, наши люди, которые работают в Крыму, которые имеют возможность видеть перемещение колонн, которые меняют расположение. Сегодня была одна локация, например, какая-то автобаза, да, на ней был склад большой боеприпаса, потом переместились на какую-то птицефабрику, ну, условно, там, не знаю, в другом квартале этого населенного пункта или там совершенно в другой город уехали. И люди увидели это, увидели, что перемещаются 25 автомашин, все нагруженные, даже шасси присело, что, ну, очень большая нагрузка, тяжелый груз, значит, боеприпасы везут, все съезжаются в одной локации. Люди умудряются либо сфотографировать, либо нанести на карту координаты, передать это все украинским спецслужбам, либо разведке, либо контрразведке. Там быстро это перепроверить, потому что есть действительно опасность дезинформации, что может идти ДЭЗа. Подтверждается, например, спутниками фотографий. Ага, да, вот смотрите, какие-то ящики дополнительные были вчера, а вот сегодня говорят, агентура говорит, что их стало там в 35 раз больше. Все, наносим удар, да, и вот наносится удар, неважно чем, беспилотниками, диверсионный какой-то акт, если там есть возможность. Либо шторм шэдоу, ну, результат хорош. Да, вы знаете, Иван, сейчас хочется напомнить, что говорили в Главном управлении разведки, какое обращение звучало для наших граждан, которые находятся на временно оккупированных территориях. Напомню, что обращение было следующим. Решимость военно-политического руководства Украины, Украинского общества сил обороны Украины, конечно же, поддержка крымских жителей в вопросе возвращения всех временно оккупированных российскими захватчиками украинских земель приближают нашу победу. Поэтому для украинской разведки важна информация о расположении оккупационных сил и средств, а именно пунктов дислокации, адреса проживания личного и руководящего состава оккупационных войск, складов, хранения снарядов и горючей смазочных материалов, точек размещения, хранения и ремонта военной техники, мест размещения средств радиоэлектронной разведки и радиоэлектронной борьбы. Характерный признак – это антенны и локаторы, штабов и пунктов управления оккупационными войсками, мест хранения и точек дежурства, средств противовоздушной обороны. Всю эту информацию все добрые люди воли могут передать в специальный чат-боты, созданный нашим Министерством обороны, в частности, Главным управлением разведки, для скорейшей деоккупации нашего полуострова. И если еще говорить о спутниковых снимках, мы видели только что спутниковые снимки Крыма, но также благодаря спутниковым снимкам удается сейчас следить разведкам и за лагерями вагнеровцев в Беларуси, они тоже как на ладони. Накануне парламентский комитет по иностранным делам Великобритании выступил с резкой критикой в адрес правительства за недооценку опасного роста влияния этой российской ЧВК Вагнера и мрачное непонимание деятельности этих наемников в Африке. Иван, ну вот если говорить о вагнеровцах в Беларуси, уже россияне и белорусы угрожают тем, что ДРГ из этих головорезов окажутся на польской земле. Разные вариации. Жешув, порт, аэропорт, Жешува, Варшава. Что будет, если это произойдет? Так, смотрите. Жешув действительно для Российской Федерации, ну, польский город, большой логистический хаб, это просто кости в горле, просто катастрофически по-другому передать нельзя. Однако до Жешува, ну, это не близкий город, это прям не на границе он находится, до него еще нужно добежать, попробовать добежать. Есть расчет, скорее всего, у Российской Федерации и у вагнеровцев. Опять же, там же все очень быстро меняется. Если еще вчера были враги, сегодня могут быть снова союзниками большими. Расчет на нерешительность, возможно, на страны Литвы, например, Польши, что появятся какие-то неизвестные человечки, что с ними делать, все испугаются, да, и будет как в Крыму, например, образца 2014 года. Есть такой расчет. Но мы же видим по реакции польского правительства, по реакции стран Балтии, ребята, мы это не съедим, такого не будет. Помните, как пропаганда российская долгое время, лет 20, вкладывала вот такой вот штамп, да, вот такой клише, что все страны Балтии очень неторопливы, да, очень недлительны. Ну, Российская Федерация просто очень недооценивает, что может быть. Я просто реально видел, как страны Балтии готовятся наносить не тысячу порезов возможному оккупанту, а 10 тысяч порезов. Я видел, как они готовятся, как готовятся их армии, их территориальная оборона, что у них на вооружении есть. То есть Российская Федерация или, там, не знаю, Белоруссия вместе с Вагнеральцем, они просто отловятся, если попробуют сделать вот такую вот гибридную атаку в стиле, там, новым человечки, да, без шевронов. То есть никто церемониться не будет. Второе. Это автоматически развязывает руки Украине, которая будет вот защищать и страны Балтии, которые нам помогают, и мы их будем тоже защищать, и Польшу будем защищать, если на нее будет такое нападение. Я уверен, что ближайшая приграничная инфраструктура Республики Беларусь, военная, будет уничтожена моментально. Вот первые же там часы атаки, если Польша подтвердит, что, например, да, на нас напали, там, ДРГ какой-то большой, и Мозырский НПЗ, как я говорил, тоже превратится в пыль, и ряд предприятий Бреста превратится в пыль, и аэродромы, которые находятся. Слушайте, Республика Беларусь, это протяженность с юга на север 500 километров. Ну, это вообще ни о чем. Ну, это мелочи, на этой копейке. И тогда Украина покажет всю свою программу беспилотников. Тогда, я уверен, что Польша может пойти вопреки всем договоренностям с альянсами и сказать, что на нас напали. Если вы нас не защищаете, мы защищаем себя. Сами, и будут формироваться подразделения польских либо военнослужащих открыто, либо тоже без шевронов, добровольцы какие-то, какая-то польская гвардия просто, которая будет идти вместе с белорусскими патриотами и защищать белорусский режим. Да, ведь действительно мы можем понимать, что, допустим, если ДРГ вагнеровцев зашла на территорию Польши и уничтожила какой-то условный объект, то это объект. А если пострадает мирное население, сами поляки. То есть вы считаете, Иван, что это будет либо операция локальная именно польских сил обороны, либо же это будет какая-то совместная операция украинской и польской армии. Но большее количество стран НАТО вряд ли на это отреагирует. Сто процентов. Смотрите, Польша и страны Балтии сейчас наши самые большие друзья, самые большие союзники. И никто не будет сидеть, например, наша группировка, которая находится, например, Троинская область, Волынская область. Никто не будет сидеть и смотреть. Ну, что-то у вас там в ЖЭШе, что-то сильно продвигается. Нет. Понятно, что в первые же часы, если прольское правительство подтверждает, что до нас было совершено нападение, идут какие-то диверсионные группы, пытаются бомбардировать ЖЭШу минометами, чем угодно, то, конечно, Украина сразу же снимается с якори, если так можно сказать, и помогает нашим друзьям. То есть никто еще раз не будет отсиживаться и ждать, чем это закончится. Иван, скажите, а вот все эти заявления, которые сейчас звучат и из уст белорусских пропагандистов, российских пропагандистов, из уст Лукашенко о походе вагнеровцев на ЖЭШу, это все же действительно реальные угрозы? Либо это пока еще какое-то прощупывание почвы и исключительно информационные атаки? Смотря как реальные угрозы. Да, можно говорить, ну что, кто будет нападать, какие там силы. Мы точно так же думали в феврале месяца, ну какая, 170 тысяч российских военнослужащих на 40-миллионную страну, ну я вас прошу, ну несерьезно, попробовали, да, вот, попробовали напасть. Поэтому я еще раз этот сценарий не исключаю. Я призываю вот ваших зрителей, особенно из этих стран, серьезно рассматривать эти варианты. Не паниковать, без паники. Не надо бежать там в магазины скупать, но быть готовыми понимать, что это может произойти. Белорусский режим вместе с режимом Путина и с вагнеракцами, это реальная история непредсказуемая. И любой еще вчера самый безумный сценарий сегодня может выплатиться в жизнь. А может ли это перерасти в еще больший конфликт? Возможно, с той же стороны и вагнеровцев, и регулярной армии Беларуси? Возможно, если будет что-то не поделено, да, вот если есть какая-то причина, что-то не поделили, не доплатили, не заплатили, или хотели вагнеровцы больше, им не дали, да, или их начнут выгонять, то, конечно, вагнеровцы могут развернуться и повернуть свои автоматы против белорусской армии, которая, напомню, она нулевая, она стерильная, она неопытная вообще, опыта нет. Вот шагать, маршировать, да, эта белорусская армия может. Воевать? Нет. Вот, да, у них есть, там разные оценки называются, официально говорится, 40 тысяч их армия, да, белорусская оппозиция, с которой общался, говорит, слушайте, не смешите мои шнурки, какие 40 тысяч? Если 27-30 тысяч есть, уже хорошо будет. То есть, вот понимаете, какие цифры гуляют? То есть, 30 тысяч-40 тысяч, ну, у Леонсовича это не серьезная цифра. Да, и плюс ко всему, белорусские оппозиционеры неоднократно заявляли о том, что белорусская армия и не хочет воевать ни против Украины, ни против стран НАТО, и если вдруг уже им будет таков приказ от Лукашенко, то это оружие может обернуться как раз именно против него. Иван, спасибо вам огромное за ваши комментарии и аналитику. Иван Ступак, военный эксперт Украинского института будущего, был в эфире Freedom.